Всем привет! С вами Кира Ярмуш. Обсудим самые важные новости к этому часу. В Приморье из-за наводнения погибли двое детей. Российских офицеров обвинили в том, что они не смогли предотвратить обстрел своей части, Украиной. Российская ракета убила ребенка в Ивано-Франковской области. От числа погибших российских солдат превысило уже 30 тысяч человек. В Приморье продолжается наводнение, вызванное аномальными дождями, и природный катаклизм унес жизнь двоих детей. Братьев 12 и 13 лет затянуло водосточную трубу, они не смогли выбраться и утонули. Это фото с места событий. А вот еще видео из Приморья. Это город Уссурийск. Там охранник колонии заставил заключенного везти его по лужам на телеге. Охранник боялся намочить ноги и не придумал ничего лучше, чем использовать заключенного. В Краевом ФСИН заявили, что охранник грубо нарушил кодекс этики и обещали провести проверку. К сожалению, издевательство над заключенными, эксплуатация и даже пытки – это обычная практика в российских тюрьмах, и крайне редко удается привлечь к ответственности сотрудников колонии. Единственное, что может помочь в таких ситуациях – это публичность и общественное давление. Так что не молчите, если вы знаете о таких издевательствах. А в Москве тем временем уже готовятся к выборам мэра этой осенью. Бюджетников заставляют регистрироваться на мост.ру и вносят в списки для электронного голосования. И еще требуют, чтобы они привели на выборы трех друзей. Вот такой сетевой маркетинг от Собянина. Google начал блокировать свои сервисы для российских компаний, которые попали под санкции. Их сотрудники жалуются, что не могут зайти на почту, воспользоваться Google-документами и Google-диском. Так что компании могут потерять часть своих данных. Пока не ясно, сколько организаций коснулась блокировка. Известно только, что среди них НТехлаб – разработчик системы распознавания лиц, который попал под санкции Евросоюза. Двух российских офицеров ждут сроки за обстрел со стороны Украины, который они не смогли предотвратить. Подполковнику Бондареву и майору Дмитракову грозит до 10 лет тюрьмы по статье о нарушении боевого дежурства. Это первое в России дело по статье 340 Уголовного кодекса. В апреле 22 года военная часть Белгородской области, где они проходят службу, была обстрелена. Тогда погибли семь военных и десятки были ранены. Что бы ни случилось, власть всегда будет искать виновных, но не признает сама войну ошибочной и преступной. Россия ударила сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому в Ивано-Франковской области. Также одна из ракет попала в частный дом. Погиб 8-летний мальчик. Несколько человек были ранены. Возбуждено уголовное дело. В командовании ВСУ заявляют, что запуски ракеты осуществлялись с территории Тульской и Липецкой областей. Какой урон нанесен объектом военной инфраструктуры, не сообщается. Журналисты «Медиазоны» и «Ви-Би-Си» с помощью волонтеров установили больше 30 тысяч погибших российских военных. Последние две недели в список пополнялся в среднем почти на 100 имен в день. И даже 30 тысяч – это намного меньше реального числа потерь. Данные поступают с задержкой, и только когда погибшим появляется некролог или удается найти захоронение. По оценкам экспертов, погибших может быть в 2-2,5 раза больше. Военные в Ростове сняли видео, как раненых солдат оставили на носилках лежать прямо на взлетной полосе аэродрома. Они должны были вылететь на лечение в Москву, но из-за атаки столицы беспилотниками и запрета полетов рейс отменили. Раненых оставили ждать вечернего рейса прямо под солнцем. И, как утверждает автор видео, долгое время у них не было ни еды, ни воды. И напоследок кусочек обращения к жителям поселка Лазурной Ферсонской области от начальника оккупационной администрации. Медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации, гражданам иностранных, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. Под угрозой лишения жизненно необходимых лекарств он требует у жителей принять российское гражданство. Также обращение он несколько раз называет «ждунами» тех, кто ждет возвращения территории под контроль Украины и угрожает уголовным преследованиям родителям, которые не отдают детей в русские школы. А еще требует, чтобы те, кому не нравятся российские законы, покинули свои родные края. Вот такой неприкрытый бандитизм и беззаконие, который Кремль несет на оккупированной территории. США ввели санкции против владельцев Альфа-банка Петра Авена и Михаила Фридмана. Также под санкции попали акционеры Альфа-групп Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Все четверо находятся в списке коррупционеров и разжигателей войны, которые собирает ФБК. Это были главные новости этой пятницы. Спасибо, что смотрите, ставите лайки и пишите комментарии. Благодаря этому YouTube рекомендует ролик новым зрителям. Особенно спасибо нашим замечательным спонсорам. С их согласия мы показываем их имена и линейки в конце каждого выпуска. Присоединиться к ним можно на Патреоне популярной политики по ссылке в описании. Это будет ваш личный вклад в борьбу с пропагандой и цензурой. Хороших вам выходных. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok